Это, пожалуй, самая комплексная программа на данный момент на рынке. Не могу сказать, что это профориентация, скорее, это на рынке осознанный выбор профессии. По моим ощущениям, там есть две ключевые задачи. Первое, в рамках двух тренинговых дней погрузиться в методологию, понять, что значит выбирать на базе методики пяти шагов осознанного выбора, плюс увидеть, как другие ребята это делают, плюс понять, где у меня сейчас есть затыки. И там глубокое погружение в методологию. Дальше есть пять недель. Эти пять недель помогают в достаточно органичном способе попробовать эти шаги в повседневной жизни, потому что в тренинге все классно, замечательно. Мы попробовали, у нас эти идеи какой опыт получился. И весело, и безопасно. А вот когда речь идет о том, чтобы начать применять это в повседневной жизни, когда есть школа, когда есть секции, кружки, доп. занятия, семья, и никто про эти пять шагов не слышал, а их надо применять. Пять недель дается на то, чтобы попробовать это применять. Есть наставники, которые помогают все это интегрировать. И есть условная группа поддержки в контакте, ребят, которые делают то же самое, встречаются примерно с теми же проблемами, и есть отличная возможность поделиться результатами в конце пяти недель. Вот такая программа. Когда мы создавали систему выбора, наша задача была научить участника падавана, который входит в программу, выбирать. Научить его выбирать осознанно, понимать, что я хочу, исследовать себя, находить свои сильные стороны, стыковать их с какими-то возможностями в мире, выбирать и действовать. Вот это глобальный концепт, его мы закладывали. И другой программы, которая ставила бы это свои задачи, я просто не знаю. Не потому что их вообще нет, а потому что это является дополнительным всегда фокусом среднего школьного образования вообще, семейного воспитания как такового, а какого-то отдельного готового инструмента, который бы на это работал специфически, кроме нашей программы, я просто не знаю. И в этом и плюс, и минус одновременно. Минус, потому что не всем понятно, что это такое, научиться выбирать, это же как будто бы такой встроенный навык, он же просто развивается. А плюс в том, то, что на самом деле именно его и важно развивать, я уверен. Потому что на вот этом вот способности, на вере в свои силы, на способности здраво себя чувствовать, чувствовать свои желания и стыковать свои желания с запросами мира, на этом базируется, основывается ядро взрослой личности вообще. Для нас ключевыми ценностями компании является честность, созидание, ответственность. Есть такое понимание как внимание, да, фокус внимания на определенные вещи и в принципе быть внимательным. Ну и последние, наверное, полугода появилась такая ценность как люди, в широком смысле слова, потому что именно люди создают все то, что у нас есть на земле, и без этого невозможно мыслить и нашу компанию, естественно, потому что именно в человеческом контакте возникает вот эта возможность передачи осознанности, осознанным выбором, создание условий для осознанного выбора. И в идеальном мире, в том, который было бы классно нам построить, и кажется, что мы его помогаем строить, это роль не какой-то отдельной программы или какого-то отдельного даже образовательного центра, института, а это кусок естественного развития человека, который органично поддерживается каждым элементом, с которым он в процессе первых 10-12 лет сталкивается. Вот если бы это было так, это было бы максимально эффективнее. Человек бы постепенно перенимал на себя ответственность, понимал, что он хочет, продолжал понимать, потому что дети понимают, потом забывают. И развивался, 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 и в какой-то момент мог бы взять на себя ответственность за всю свою жизнь, спокойно, без натуги, и понести этот вперед. Вот это некая естественная штука. Но поскольку мы живем в мире, который не до конца идеальный, возникают разные казусы. Казусы в семье иногда бывают, казусы в школе часто бывают, казусы в социальной среде часто бывают, которые вот эту самоответственность и право человека выбирать, способность ориентироваться на собственное желание, потому что в них самая большая энергия, которая позволяет действовать, она человеку не отдается до конца, либо не отдается вообще. И поэтому к моменту, когда вроде бы важно сделать какой-то реально свой выбор, человек подходит в состояние неумения. То есть, либо у него не было достаточно опыта, либо ему этого опыта не хватило, чтобы научиться пробрать ответственность в свои руки и принимать решения. И наш интенсивный курс, пяти недельный, трехмесячный, если брать длинную программу, он направлен именно на то, чтобы компенсировать вот этот вот разрыв, который возник между тем местом, в котором, кажется, должен был бы оказаться человек 12, 13, 14 лет в ситуации, когда предлагают принять решение и сделать выбор самостоятельно, и состоянием, в котором он правда там оказывается. Вот наша задача, наша программа интенсивная, она вот это вот заключает в том, чтобы этот ГЭП преодолеть. Я очень рада, что я прошла эту программу, мне очень понравилось, и здесь действительно занимаются самими людьми, а не пытаются из них слепить что-то, что хотелось бы дальше, как кажется, что будут какие-то полезные профессии в будущем, не пытаться из них слепить это, а именно искать, что интересно будет им в будущем, и учить их этому, учить, чтобы они дальше сами могли этим заниматься. Для меня это самый яркий пункт два. Первый – это глубокое личное взаимодействие, честное, с наставником, с каким-то человеком, который не так далеко по возрасту от тебя, не так далеко по способу общения от тебя, от тебя в смысле от подростка. И вот этот недалекий, но шаг в какую-то более взрослую ролевую модель, он позволяет подростку об этом честно задуматься, что я так тоже могу, а что это вообще значит, и внести эту возможность в свою карту мира, в свою карту принятия решений, пойти в эту сторону. Это супер ценно, потому что такой контакт возникает. А работать только с подростком, с подростком, это же в конце концов, есть с его моделью мы работаем, его мы развиваем, и не вовлекать в это людей, которые в базе смеси создают весь контекст для подростка. Это археневерно, это прям контрпродуктивно, потому что ребенок в любом состоянии возвращается домой, в школу и сталкивается с той моделью, которая формировала его предыдущие 10-12 сколько лет. Невозможно ее переломить. Поэтому мы стали вовлекать в программу родителей, и это дало еще один буст для результатов. То есть первый буст нам дали наставники, когда мы начали работать индивидуально с каждым ребенком 5 недель восторг. И второй буст нам дала история про вовлечение родителей, когда родитель за 5 недель знакомится заново со своим чадом в новой роли человека, который правда может быть, пусть не до конца, но готов брать на себя ответственность и принимать решения за всю свою жизнь. Тема личностно-профессионального самоопределения для меня кажется одной из самых важных в жизни человека. И когда-то давно, еще до того, как появился смарт-курс, я решила, что я этим буду заниматься и посвящу этому свою жизнь. И потом, когда я узнала, что смарт-курс существует, и что есть люди, которые этим занимаются, и что мы можем что-то делать вместе, это, конечно, было большой радостью. Но в целом, то, что мы хотим людей делать счастливыми, это уже, мне кажется, достаточно. Да, это такое намерение. Потому что те люди, которые знают, чего они хотят, и они с удовольствием делают свое дело, чуть сегодня чем-то счастливыми. Потому что это большая часть их жизни. И мне, наверное, хотелось, чтобы люди перестали категоризировать свой день. То есть есть работа, есть дом, есть личная жизнь. Нет категорий. Есть, в принципе, некий жизненный поток, в который мы включаемся. И как только мы начинаем его дробить, мы загоняем себя в рамки. И нам кажется, что нам нужно отдыхать от чего-то. Скорее, мне хотелось, чтобы мы, в принципе, делали просто что-то, что нам под силом, то, что нам по сердцу. И тогда это будет какое-то общее целостное видение своей жизни. И оно не может быть несчастливым. Потому что, если это соединение с собой, согласие с собой, тогда все будет в порядке. Если бы мы свои программы, мы стараемся это делать, направляли людей именно на этот путь, на поиски этого дела, Слушай, ну, я думаю, это бесценное. Это прекрасно.